он уже нет живых он переживал некий контакт с голосом в течение 8 дней и в последующем 20 с лишним лет преподавал структурируя это знание как систему и сама по себе система синтезирует очень много направлений себя начиная от чакральной системы и дзен генетики квантовой физики астрологии то есть это действительно большой синтез который своей совокупности превосходит сумму всех этих частей несколько исходных таких пресуппозиций первое человеческое существо на сегодняшний день отличается от семицентрового существа которых мы как мы знаем да в индуистской системе у нас было семь чакр сейчас вследствие мутации 1781 года у нас их 9 у нас 9 центров энергетических есть теле которые составляют механическую основу того что такое человек все все центры это просто аналитическая конструкция они не находятся как органы в телах но каждый центр связан с целой системы органов желез железда и схемии тела более того есть работа такие рейф биология где медики проводят анализы следую бодиграф человека уникальную карту с его заболеваниями да то есть собирая статистику большого количества боль больных людей можно увидеть какие открытости определенности какие темы ложного я искажения приводят каким заболеваниям по сути дела это знание о том чем мы являемся то есть вы можете увидеть своем бодиграфе есть закрашенные центры и каналы есть открытости то есть белые центр а вот наша природа чем мы являемся это наши закрашенные каналы это наши определенность той что является неизменной постоянной фиксированной частью нашей с вами природы то что открыто постоянно меняется то То есть это зависит от транзитов, от людей, которые вокруг. Это может быть очень разные темы. Вот есть 9 центров, 9 основных тем, 9 аспектов человеческой природы. Это 9 центров. Внутри там есть ворота, которые более детально показывают специфику этих аспектов. Мы сейчас в это все будем спускаться потихонечку. Сейчас посмотрим, какой следующий слайд нам нужен. Откуда эта история берется? Давайте с самого фундамента. Для того, чтобы построить такой бодиграф, используется время рождения. Мы берем дату, время и место рождения. Для чего? Дело в том, что когда каждый из нас рождается, планеты определенным образом расположены относительно Земли. И все планеты являются фильтрами для таких частиц, которые называются нейтрино. Вы, наверное, слышали про такое. Нейтрино. По крайней мере, в прошлом году, в ноябре, по-моему, или в октябре, была получена Нобелевская премия за то, что экспериментальные ученые обнаружили, что у нейтрино есть масса. То есть, это физическая фундаментальная частица, никакой эзотерики. Она проходит через все космические тела, через все планеты, через нас с вами тоже пронизывает постоянно. И, проходя через какие-то космические тела, эта частица приносит с собой на ДНК человека, на вырожденного в том числе. Ну, то есть, и сейчас тоже это происходит. Но самый главный импринт – это то, что происходит в момент рождения. Приносит с собой аспекты тех планет, через которые этот поток прошел. Сами частицы рождаются в Солнце. В большей степени для нас это 70% нейтрино приходит из Солнца. И остальной поток нейтрино приходит от других звезд. То есть, это частичка, которая рождается в звездах. И, проходя через небесные тела, попадая на ДНК человека, на нашу генетическую матрицу, активируют те или иные кадоновые группы. Есть вот такие лаборатории, где фиксируют вспышки нейтрино. Значит, след нейтрино, вот, пожалуйста. И дальше интересная есть такая аналогия. В вашем бодиграфе есть 64 активации. То есть, вот этих ворот, цифрах 64. Это, по сути, схема генетической матрицы человека. У нас есть 64-кодоновые группы, 64 единицы нашего генома, 64-кодона ДНК. И дизайн человека связывает вот эти 64-кодоны с 64-мя гексаграммами дзин. Слышали когда-нибудь про дзин? Есть такая книга перемен. Древние китайцы описали мироздание как совокупность 64-х архетипов. То есть, вся жизнь – это розыгрыш, по сути, этих 64-х принципов базовых. Понятная идея? Так как в театре есть роли, и вот эти 64 мета-роли, мета-роли, то есть, это, по сути, такие глобальные паттерны, проигрываются через нас, а мы в своей совокупности и представляем собой презентацию этих архетипов. Их сборки. Их всего 64, но за счет того, что у нас у каждого часть активирована, часть не активирована, причем какие активированы, это тоже всегда разные. У каждого архетипа есть там еще по 6 линий, то есть, очень много, большая детализация. Мы получаем с вами как бы 64 такие, грубо говоря, краски, из которых вся эта наша жизнь, она рождается. Понимаете идею? Пока я сейчас кирпичики собираю, мы сейчас это все свяжем. Значит, есть вот эта книга «Перемен». В Древнем Китае она была, ну, по сути, это такой философский, философская работа. То есть, это сама жизнь, которую можно посмотреть через трафарет этих 64 энергий. Окей, есть 64 архетипа, но это же было бы очень примитивно, правда, 7 миллиардов человек, такие все разные, а всего 64 как бы аспекта. Разве может всего 64 энергии дать вот такую вот палитру, такое многообразие? И на самом деле, конечно, нет. В каждой гексограмме есть 6 линий. И когда я говорю вот архетип, мы рассматриваем его с этой перспективы. То есть, если вы посмотрите, это конструкция 6 линий. Это, по сути, двоичный код, записи программирования, двоичный код. Инская, янская линия. При помощи, я думаю, уже кто-то начинает схватывать, у кого особенно есть бэкграунд в программировании, что в каком-то смысле можно рассматривать нашу с вами жизнь как программу. Может быть, в прямом смысле. Если мы с вами какие-то практики поделаем трансцендентные, и вы переживете опыт, что вы сознание, и вот эта форма, она конструируется сознанием по тому коду, который есть в ДНК, то вы видите, что это буквально программа. Ну, Майя ее называют, Лила, Иллюзия и так далее. И у нее есть свой код. Вот, собственно говоря, что такое дизайн человека? Это драйвера этой программы. Понятно, да? Но это амбициозно очень звучит. Я когда первый раз это услышал, даже получив прочтение, я где-то год проверял, ну, как это работает, действительно ли это может быть вообще такой правдой, потому что, ну, как Абсолют Майя, такого никогда не было на планете. Что это за знание такое? Но, тем не менее, 64 архетипа, в каждом есть 6 линий. То есть, получается, у нас есть уже 384 аспекта. 384 качества уже, это уже достаточно глубоко. Дальше. У каждой линии есть еще 6 цветов, это не для запоминания, просто чтобы вы понимали детализацию. У каждого цвета 6 тонов и у каждого тона 5 бас. Получается, что у одного архетипа есть 1080 вариантов проявлений. По сути, лего такой, в котором есть много-много-много аспектов, и мы с вами сконструированы из этих вот кубиков, этого лего, и очень отличаемся, потому что нет ни одной одинаковой сборки. Даже люди, которые родились в одно мгновение, в одну секунду, у нас 3 человека в секунду в среднем рождаются сейчас на Земле. Получается такая детализация. И вот 7 миллиардов человек, я вернулся к тому, что каждую секунду рождаются 3 человека, то есть, действительно, штампуется сейчас на планете одинаковый бодиграф, одинаковый дизайн, но он штампуется в разных средах, в разных странах, в разных культурных средах, языковых. Этот человек будет получать разное обуславливание в процессе воспитания. И мы получим в итоге, как бы, разные варианты проявления этого дизайна. Хотя, вот, например, когда встречаешь человека, который родился с тобой в один день, или там у меня есть несколько человек в жизни, которые со мной родились с разницей в несколько часов, у нас очень похожий дизайн, там есть отличия мелкие, но он очень похожий, можно даже сверяться. То есть, у нас какие-то вещи происходят очень синхронно. И вот это узнавание происходит, ты словно видишь даже в женском теле, но что-то вот внутри, как какая-то очень близкая с тобой энергия, понятная тебе. Вот, это очень интересно тоже. Ну, хорошо, вот есть такая мандала, да? Вот здесь уже изображена, значит, схема изображена того, как располагались планеты в момент рождения этого существа. Символы планет вы видите, да, на этой мандале. Как только планета оказывается в одном из секторов, это вот эта мандала используется для отслеживания движения планет, то этот сектор, эта активация будет закрашена, активирована на самом бодиграфе, на схеме уже, понятно, да? Вот вы видите свой бодиграф, у вас у всех на леске есть вот эта картинка. Значит, на нем вы видите там наверху, скорее всего, есть надпись «Ваш тип», это там может быть генератор, манифестор, проектор или рефлектор, у вас есть профиль, и у вас есть, собственно, сама картинка, вот эта схема с центрами, да, как вот на слайде. Теперь посмотрите на нее вот с какой перспективы. Помните, я сказал, что те центры, которые определены, то есть то, что закрашено, это вы, это ваша природа. То есть, смотрите, при рождении, да, планеты стали таким образом, что проходящий через них поток нейтрино активировал те кадоновые группы, которые отмечены у вас закрашены на бодиграфе. И иногда, их называют ворота, соединяясь с трещинами воротами, они образуют каналы, и тогда мы видим с вами канал, полностью закрашенный, ну вот эту линию такую, да, закрашенную цветом. И канал связывает всегда центры. Если есть канал определенный, это означает, что гарантированно у вас есть определенные центры, которые связаны этим каналом, вот. То есть, смотрите, какая история. Сейчас немножечко отвлекитесь от своих картинок. У нас есть с вами часть нашей природы, которая называется определенность, и это то, что закрашено. В этих аспектах вы постоянно, это на всю жизнь, это как цвет глаз, или как, ну сейчас это уже не является такой константой, пол, например, да, меняют некоторые, тем не менее. Но все равно есть ограничения. То есть, мужчина, даже если он сделает себя женщиной, он не может вынасти ребенка. На сегодняшний день это невозможно. Женщина может. И вот это ограничение. То есть, дизайн еще называют не только наукой о дифференциации, то есть, об уникальности, но и наукой об ограничениях. И вообще говоря, это одно и то же. То есть, мы дифференцированы своими границами. Понимаете идею? То есть, если нет этих ограничений, то я это все. Это правда так, с уровня сознания, действительно, ты это вселенная и все прочее. Но вот эта форма, твоя часть этого целого, да, тебя, понятно? Сейчас я уже метафорически говорю. Вот это человеческое существо, с которым ты отождествлен в процессе жизни, и цель не в том, чтобы растождествиться с ним, просветлиться, а наоборот, переживать этот опыт, будучи персоной, персонажем, смотреть этот фильм, который ты как бы здесь смотришь в этой форме. В этом, собственно, суть этой жизни и смысл ее, переживать этот опыт, да, в человеческий. А суть в том, чтобы ты получал удовольствие от того, в чем ты находишься. То есть, вот мои ограничения, да, ну, слава богу, есть руки-ноги, да, и у некоторых их нет, и тоже, опять же, это не гарантия, что человек будет несчастлив, он не кучишь, да, книги пишет, выступает, без рук, без ног человек. То есть, я к чему это веду? У нас у всех есть ограничения. Когда вы смотрите на ваш бодиграф, вы видите, там, какие-то центры не определены, открыты, какие-то определены, вы можете думать, блин, вот бы у меня все было закрашено, все бы энергии во мне были, нет, суть не в этом. Более того, по-настоящему вкус жизни вы будете узнавать в своих открытостях именно. Потому что определенность – это вы сами, это ваша энергия. Вы это ходите, излучаете, как Wi-Fi роутер постоянно, транслируя это качество для себя, проживая и другим людям давая. Неминуемо просто, это ваша природа. А в тех местах, где вы открыты, вы, словно рецептор, воспринимаете, чувствуете другого человека. То есть, достаточно нам находиться в поле 3-5 метров, вот мы сейчас находимся, здесь коллективное поле уже, и каждый человек вносит себя, как инструмент музыкальный в оркестре. Вот скрипка, там, свою ноту, там, аккордеон свою, неважно. И каждый вместе вносит какую-то свою лепту, и если каждый корректен, то есть, проживает себя, не свое ложное я, об этом мы сейчас тоже будем говорить, то получается симфония, получается то, что приятно слышать, да, некий коллектив, некая группа, или пента, или там, два человека, композит, которые звучат красиво, гармонично. Это не обязательно бесконфликтно, это может быть конфронтация, с конфликтом, но это корректно. И это очень сильно отличается от той какофонии энергетической, которую вы можете услышать, ну, элементарно проехавшись там по пробке в метро, потому что люди не проживают себя, условно говоря, почему, условно, потому что у нас выбора нету, мы живем жизнь ложного я, мы никогда не знали об этом, мы были рождены в той семье, в которой были рождены, в той культуре, в которой были рождены, наши родители не знали нашего дизайна, они не знали, что для нас корректно, что нет, и заботились так, как могли, как считали правильным, как о них заботились, их родители, передавая ту культурную традицию, в которой мы живем, правильно? и соответственно мы сейчас имеем некое обуславливание то что в дизайне называется ложная и вот это изображено на карте как белые наши места да вот там может быть потенциал ложного я то есть того что называется быть не собой это не означает что это плохо это классно быть в этот момент когда я общаюсь вот например с кем-то у кого определенный национальный центр я начинаю чувствовать его эмоции ну что ж здорово мне вкусно это но будет большую беду если я начну считать что это мои эмоции и начну пытаться принимать решение исходя из этого вместо этого я знаю что я не эмоционал это не мой центр у меня открыт эмоционально я выхожу из его поля у меня нет никаких эмоций мне не нужно никаких решений принимать по этому поводу понимаете о чем речь это маленький пример а таких примеров огромное количество и вот вы видите что есть соответственно жизненная энергия то чем вы являетесь есть потенциал не я что это такое вот эти открытые белые центры здесь они синим подчеркнут это те места в которых вы во первых учитесь потому что вы встречаете здесь жизнь вы встречаете в каждом человеке энергию этих центров но у кого он определен понимаете да но это не ваша природа это не вы и поскольку здесь вы нестабильны именно ваших открытостях вы нестабильны не зафиксирован то ум беспокоиться больше своими на там понимаешь что именно то есть это не фиксированное качество что-то со мной не так почему это так ненадежно например там открытый эго-центр сердея вот этот треугольничек беленький здесь видите в виде графе центр силы воли это моторный центр который отвечает за силу воли за контроль за обязательства за соревновательность если у вас он открыт вы не по этому поводу здесь но как правило люди с открытым эго-центром они больше всего доказывают что они вот настоящие волевые надо взять на себя обязательства я всем должен и так далее но это не ваша программа вы здесь никому ничего не должны и это как раз то из-за чего много происходит у сердечная мышца поджелудочная железа значит вилочковая железа здесь бывают проблему люди сердцем с открытым эго берут на себя стереотип совершенно верно и приходится этому соответствовать даже если ты этим не являешься понимаете о чем речь таких аспектов много я сейчас забрасываю уже примеры вы думаю понимаете о чем здесь уже начинает история происходить история происходит о том что такое быть собой так хорошо как же тогда быть собой если мы не у нас нету буди графа например мы не как быть собой ну давайте искать и тогда люди начинают практики церемонии медитации в индию в ашрамы у одного гуру получился у другого они бывают друг другу противоречат может быть религию какую-то поменять и в общем мы начинаем искать эту правду кто же я такой ну или в себя начинаем заглядывать медитировать там разобуславливаться я знаю кстати много людей в практиках которые действительно очень близко подошли интуитивно пониманию себя своей природы ну не сказать что вернее так скажем если бы у них был бодиграф они в какой-то момент они начинали было бы намного легче просто они могли бы видеть эту карту своего сознания до чем я являюсь куда мне наблюдать потому что к примеру приезжаю я на випассана проходил випассана у меня открытая аджин да я сижу медитирую я вижу вот эти мысли там все проходят какие-то концепции прилетают еще что-то сижу в группе випассана проходит сколько там 100 человек у нас было в индии в зале расстояние по метру наверно то есть я в ауре со мной еще минимум 10 человек ближайшие вокруг вот этот чарт который собирается вместе то есть там меня-то уже нету соответственно какой смысл в этом окей перехожу там специальные были такие комнатки где никого нету рядом я сижу и понимаю вот она медитация началась энергии другие ушли из меня если я знаю субади граф я понимаю что это за энергии что это за качество но суть не в том что медитировать сидеть мы же социальные существа мы живем и вы всегда можете смотреть более того вам скажу просветленный как монах скайласа если спустится проехать в метро пару раз в нашем все просветление закончится потому что он мгновенно получит свои открытые центры вот эти вот программы он вы можете быть просветленными сидя в лесу сами с собой у костра ну хорошо чуть-чуть помедитировав вы отпустите там контроль ума и сможете действительно насладиться бытием но давайте вернемся в социум и посмотрим что останется от вашего пробуждения пробуждение это не состояние трансцендентации это быть собой быть собой в тех обстоятельствах которые предложены самой жизнью в частности в том окружении которое у вас есть ваша семья ваши родители муж жена дети вы же их эти люди вокруг вас есть они на вас влияют вы на них влияете неплохо бы понимать как правда вот для этого как раз и есть вот эта система это инструмент по сути узнать себя узнать свое окружение и корректно обращаться с этим ok дальше интереснее еще становится у нас есть наша природа и наша открытость как это применить да вот мы сейчас с вами разберем там темы центров как это применить эта система индивидуального пробуждения в которой вы постепенно в процессе вашего эксперимента он занимает около семи лет клеточной трансформации то есть семь лет клетки тела и ваши нейронные сети будут отвыкать от тех паттернов ложного я которым вы были обучены течение своей жизни это минимум 7 лет дети которые рождаются родители которых знают дизайн им уже не нужно проходить этот процесс разобуславливания это красиво очень ребенок растет ему не мешают быть собой воспитание я вижу таких детей и воспитание там не заключается том что ему говорят как делать есть определенные границы которые установлены и в рамках них ему не мешают его поддерживают если это генератор его спрашивают хочешь школу его не заставляют он может откликнуться его энергия не хочет этого его правда ему не его не надо все туда идти они здоровы эти дети они здоровы естественно и они очень сильно отличаются от своих ровесников но у нас с вами другая ситуация мы все сюда пришли через многолетние обуславливания нас так или иначе в какой-то момент подавляли кого-то жестче кого-то меньше значит манифесторов например как правило ломают больше потому что это самые такие неуправляемые янские ребята вот ну все получают свое обуславливание проекторов детей родители говорят иди сам первый подойди хотя проекта должен ждать пока его пригласят распознают и так далее то есть очень много программ которые мы получили нам предстоит это из себя как бы изживать процессом наблюдения так вот в процессе вашего эксперимента того как вы будете проходить этот путь если вы там возьмете прочтение узнаете о своей стратегии о внутреннем авторитете вы начнете передавать авторитет телу то есть у вас есть у всех внутренний авторитет в бодиграфе это видно у кого-то это эмоциональный центр у кого-то это значит там сакральный центр у нас есть 9 центров и то как они у нас определены определяет собственно наш тип у нас есть дизайн 4 типа вы это видите в описании своего бодиграфа там сразу проектора например да там генератора давайте сразу сделаем так генератор поднимите пожалуйста руки и держите и манифестирующий генераторы тоже итак у нас благодаря этим определенностям получается четыре типа это базовое очень описание то есть мы с вами будем сейчас об этом говорить четыре типа это как такое ну совсем фундамент дальше с них уже идет детализация вообще это набор обобщений любая типология набор обобщений вопрос их детализации глубины понятно да вот у нас есть четыре типа из которых мы сейчас дальше будем погружаться проектор и рефлекторы манифестеры и генераторы ну генераторы существуют чистые и манифестирующие это тоже генератор вот эта приставка манифестирующий не должна вас смущать вы не манифестеры это генератор значит и вы видите статистическое распределение то есть у нас генераторы с манифестирующими генераторами это подавляющее большинство это 70 процентов суммарно да это раз большой блок дальше у нас 20 процентов приблизительно 21 процент это проекторы у нас два проектора здесь представлено и 8-9 процентов это у нас манифеста всего один процент рефлекторы рефлекторов здесь нет ну статистически это редко бывает они нам на ливингах там один человек может появиться редко история дело в том что многие вот люди считают при знакомстве с дизайном что это ну я сейчас услышу такую фразу я интуитивно себя уже давно проживаю я себя знаю значит я в практиках я короче ну почти пробужден о чем там говорить уже вот и на самом деле вот это вот история с паттернами ложного я она очень тонкая наш ум он настолько гибок и настолько красив в своем изощренном вранье нам что человек самостоятельно без знания своей механики вот на мой взгляд это конечно субъективная моя перспектива но я не видел ни одного человека который был бы полностью включен свою природу он бы просто вот я такой какой я есть я не знаю это очень надо что повезло где-нибудь родиться но либо там где есть уже дизайн либо родиться в какой-то среде где ты там например манифестер и был сам себе предоставлен вообще никто не трогал и никак на тебя не влиял я не мне не представляю такой ситуации то есть нужно сразу понять что мы мы живем так скажем мире ложного я здесь принято быть не собой и люди корчится стараются и пыжутся быть не собой насколько это возможно а быть собой проявлять свою природу бояться по разным причинам да но сейчас давайте следующий слайд у нас 58 слайд сейчас сейчас мы будем говорить об этих вот типах давайте начнем тогда с большинства начнем с генераторов до генераторы манифицирующих генератор у нас с вами есть сакральный центр красный вот этот вот центр который будет играть его можно сказать аналогично вот это центр хоров восточной традиции но я не знаю полностью значение этого слова хора поэтому я не буду это впрямую связывать возможно это разные все таки вещи значит сакральный центр это энергетический центр который генерирует постоянно жизненную энергию то есть любой генератор это творец generator да это кто-то кто производит создает генерирует независимым и автономны как бы от других людей нам не нужна энергия других людей в этом смысле то есть у нас своя жизненность есть генераторы это производящие существо то есть это сама жизнь сама себя производит именно кстати рождение детей воспитания детей это именно генераторские функции кстати то есть если мы говорим про проекторов и манифесторов это большой вопрос написано ли в вашей книге жизни тема именно рождение детей не факт скажем так поскольку я наблюдаю все несакральные что проекторы что манифесторы рождающие детей немножко в замешательстве а что с ними теперь делать давно то что это надо его воспитывать большая энергия нужна на это мы генератором энергетики мы всем вроде батареечки такие но да у нас есть эта жизненность мы как актеры на сцене жизни в этом спектакле я сейчас ввожу метафору для понимания вот это генератор который каждый принес свой вкус свою краску и хочет конечно реализовать энергию быть собой и вот собой своей сакральной энергии можно сказать забрызгать этот мир своим творчеством да найди свое дело жизни тебе больше не придется работать ни дня это для генератора и конечно родители генераторы могут своим детям говорить вам нужно найти свое любимое дело и вам будет кайфово и не париться больше как это любимое дело найти хороший вопрос правда потому что мы не можем сами из ума генератора не могут придумать себе занятие вот сейчас я подхожу к теме стратегии генератора у каждого типа есть своя стратегия то что помогает нам двигаться по жизни без такого сопротивления природная естественная как бы как как вернуться в свое так скажем русло тогда как расслабиться для генератора это стратегия ожидания ждать чтобы откликнуться имея такую энергию нам нужно с вами перестать инициировать ее реализацию и свою активность то есть о чем речь о том что генератор может узнать что для него корректно только через собственный отклик на какой-то запрос от жизни то есть это феномен такой мы имеем свою энергию но мы не знаем куда ее вложить и мы не можем сами себе это придумать если мы сами себе придумываем смотря на манифесторов которые как бы могут инициировать сами жизнь им не нужно ничего ждать особенно на успешных манифесторов мы можем посмотреть на будет вождя путин вот например манифеста и увидеть вау вот это да я тоже хочу реализовывать свои идеи я тоже хочу сам начинать свою жизнь для нас это не работает и вы представьте мои на протяжении истории наблюдаем вот этот эволюционный разворот когда манифесторы в принципе всю эволюцию были вождями всю эволюцию манифесторы были но это ваша природа манифесторы вы влиять пришли не работать влиять на энергию других людей про проекторов чуть чуть позже это уже такой будет перспектива в будущее у нас потому что мы сейчас говорим о нашем прошлом эволюционно да это власть манифесторов и сила генераторов манифестор говорит туда идем захватываем там вражеская территорию генераторы идут и делают это да если у них там нет отклика никто не спрашивал средневековья трубали головы и сейчас мы выходим из-под этой власти до манифесторы уже не имеют такой абсолютной власти вы нету крепостного права нету вот этих королей нету королей и генераторы начинают раздупляться что мы можем сами как бы оказывается действовать нам не нужно для этого влияние директивное но мы никогда генетически не сможем мы не оборудованы для этого инициировать сами свою активность мы можем это делать особенно манифестирующие но тогда мы будем переживать фрустрацию расстройство энергия потрачена а удовлетворение нету знакомо что-то делаешь а блин делаешь вроде не хочу это делать делаю через надо и кайфа нету а мы созданы только для одной задачи удовлетворение звучит как сказка но вы поймите когда вы делаете то от чего вы кайфуете вы неминуемо приносите пользу миру вы не можете служить целому с идеей что я себя приношу в жертву ради этого целого генератора здесь для себя я не могу вам никак помочь если я делаю что-то что мне не кайфово ну никак в это вы будете блевать эти энергии просто понимаете чем речь и проекторы это чувствуют и манифеста это чувствуется генератор инфрустрированного который делает не то что он хочет в метро 70 процентов населения вы посмотрите эту не ведут почему едут меня на чтение была одна женщина горит я ненавижу свою работу но там хорошо платят игру зачем она горит у меня дети получают образование дорогое я должна их обеспечить игра им нравится эта школа обучения нет я говорю ты говорю понимаешь ты говорю раб который воспитывает такого же раба в квадрате да и она делает начинается трансформация для генератора себя перестань делать то на что нет отклика хочешь это сделать значит ты не тот генератор который должен делать эту работу это страшно потому что твоя жизнь начинает рушиться в том смысле что ты и устроил из ума всю жизнь ты ставил цели ты шел каким-то стратегиями ты планировал у тебя было видение и ты можешь увидеть что это не приносит удовлетворение попробуйте это очень интересно когда ты ждешь когда жизнь принесет эту возможность когда ты сам не лезешь вперед батьки в пекло и это немножко страшно потому что ты шагаешь это не знаешь а что а вдруг не спросит буквально нужны вопросы особенно хороши в этом проектор они могут прочувствовать специфику какого генератора если это какая то есть история общения особенно какой вопрос этому генератору может быть правильно задать и тогда у нас может аж все у меня я недавно я приведу примеры своей жизни я вот совсем недавно на прошлой неделе поступил школу драмы я всегда чувствовал что я хочу как-то с как актерской деятельности подойти но тем не менее не двигался в направлении знакомая актриса на проектор она здесь москве живет она мне спрашивает и рассказывает про эти курсы хочешь пойти в школу драмы учиться я чуть со стула не подпрыгнул у меня такой был всплеск энергии на это это была радость ребенка которому в 40 градусную жару предложили мороженое вот такая энергия у меня выделилась так я конечно же побежал на этот кастинг прошел его все я теперь учусь вот и какая-то новая глава началась у меня в жизни и вот такие вопросы они бывают нечасто они как правило самые жирные вот какие случаются на непредсказуемые вопросы вам не нужно просить спроси-ка меня хочу я это или нет это все фигня вашу мужа подготовил ответ непредсказуемый вопрос от жизни какой-то может вас удивить и вы вдруг раз и откликнулись пошла энергия понимаете о чем речь но я сейчас говорю в общем то что есть еще эмоциональные генераторы если эмоциональный центр определен это крайне справа треугольничек если он определен то вам еще нужно потом ждать пока пройдет время чтобы ваша эмоциональная волна улеглась по что ваш отклик в моменте вам он может быть искажен эмоции но это уже да вот и как раз эмоциональный и ты можешь перепутать вверх своей эмоциональной волны с этим откликом условно говоря если очень хорошее настроение ты скорее всего скажешь да на какой-то запрос а если плохое скорее скажешь нет и вот чтобы не быть это же меняется постоянно да ты смотришь на человека сегодня ты его любишь завтра ненавидишь чтобы твой отклик был постоянным до корректно тебе нужно ждать еще больше да ты не можешь сразу дать ответ тебе нужно после того как ты откликнулась чтоб тебя еще потом спросили быть такой недотрогая то есть я сегодня не готова ничего завтра мне если что-то если что-то стоящее то тебя спросить еще раз так пока закроем главу с генераторами понятно что мы являемся своего рода это наша планета 70 процентов людей это генератор это же эта планета жизни генерируемый творцов и рабов тоже до вложенными это рабы либо манифесторов либо манипуляторов проекторов мы сейчас подойдем к этим вещам либо своего ума в конечном счете если вы корректны вы откликаете с вами никто не может манипулировать никогда вам никто не не заставит вас что-то делать если вы не откликнулись никакими манипуляциями но если вы себя не знаете если вы не откликаетесь вы можете начать мы сейчас когда будем про типа про другие говорить в это увидите начать деятельность которая не для вас некорректно вы чувствуете фрустрацию значит надо прекратить это делать вот если чувствуете расстройство того что энергия идет у меня бывало я консультации прекращал человек приходит я начинаю с ним увижу 5-10 минут общаюсь не идет энергия ну чё с боковой обманываю как бы я не в коннекте с собой ты говоришь я не в коннекте не получаешь эту мутацию информацию ты в интернете прочитаешь волшебства не происходит иначе это как спектакль участном режиссер объяснял та же самая вещь он говорит все сыграли все правильно волшебства нету но нет соединенности если не будет волшебства и зритель не будет включен и